Так, ребят, смотрите, ко мне пришли подписчицы мои, для того, чтобы я передала платье. Давайте свои подарки, давайте. Спасибо. Он мне всё, девочки, запретил. Но сегодня и завтра я ещё пью. Сейчас, Гарина, звоните. Чё не надо? Минуту. Чё пришла? Ко мне подписчицы пришли. Привет. Привет. Я платье передаю, давай. А, давай. Короче, девчонки, а кому платье-то? Тебе. Всё. Спасибо. Никому мой адрес не сообщайте. Короче, я такая ленивая, что дала девочкам адрес, чтобы они ко мне домой пришли, потому что мне неохота было к метро идти. Максимально было. Ладно, спасибо, девчонки. Так, начался мой сегодняшний влог с того, что ко мне в гости пришли подписчицы. Они не просто так пришли в гости. Это, типа, не та история, что кто-то мне в домофон позвонил и поднялся и стучится ко мне домой, хотя я никого не знала. Этих девочек я специально позвала к себе в гости, потому что, вы знаете, я устраивала розыгрыш платьев, и одна девочка сказала, что она уезжает из Москвы, по-моему, в понедельник или что-то такое. Ну, короче, она спросила, сможем ли мы встретиться на выходных. И я ей сказала, что да, я могу, она просто очень хотела со мной встретиться, и что, мне жалко, что ли, если она ко мне к дому подойдет. Просто я решила очень не заморачиваться, дала ей свой адрес, говорю, давай, захотни из Вани и подружку бери. Ну, короче. Остальным девчонкам я напишу, как раз, когда приеду с дачи, чтобы лично с ними встретиться уже не дома, а где-то там в каком-то месте. Карина звонила, я говорю, а что ты мне названиваешь? Она мне все названивает, названивает, как будто бы хочет чего-то. Девочки подарили мне липтон и ферроршет, я возьму свой на дачу. Они такие говорят, блин, надеюсь, тебе гастроэнтеролог это не запретил. Я говорю, девочки, он мне все запретил, на сегодня можно? Я, знаете, как человек, который знает, что с понедельника он должен сесть на диету, буду обжираться в выходные просто. Возьму на дачу, вот дедушка прислал, ем, надо пока. Я решила не брать с собой Вивену, пузырек мой. Останешься с папой. Там муля, там холодно. Хотя я так хотела, чтобы мы пошли гулять. Ты хочешь на дачу, Вив? Ты хочешь? Ты хочешь на дачу к бабушке? Хочешь? Хочешь, нет? Хочешь на дачу? На дачу хочешь? Хочешь? На дачу. Ты мой хороший, ты что хочешь на дачу? Вивочка мамина. Так, мои любимые ботинки. А еще оказалось, что у Вивы есть корм. Видал, Вив? Корм-то есть у тебя, мама запасливая, много покупает тебя. Ну все, все, попрыгушка. Ну что мне с тобой делать? Что мне тебе на дачу с собой, что ли, брать? Я не понимаю, Вивчик. А Вивчик-лифчик, а Вивчик-лифчик. Ха-ха-ха. Это у нас такое ругательство дома для Вивы. А Вивчик-лифчик. Унижение. Ты мой сладкий, ты мой сладкий. Вот, по поводу поснимать днем уже не получится, потому что темнеет у нас сейчас уже во сколько? В четыре. Заезжаем за Кариной. Вот, самое интересное, что ее мама не в курсе, что Карина едет тоже на дачу. Карина сделает своей маме сюрприз таким образом. Вот, она сказала, чтобы я снимала. Че это? Подожди, да? Ты кто, Ле? Это наш правнук. Залезай скорее, ты там какой-то нервный доум. Подождет секундочку одну. Так, значит, ты наш Ле, правнук? Ну, кто-то. Не, я подумала, что почему бы не сделать этот влог ностальгическим. У меня грязная голова, я наделаю шляпку. Я просто решила поехать с Юлей на дачу абсолютно спонтанно, поэтому... Да, настолько спонтанно, что я даже домой к себе не заходила. Да. И что, он будет с нами в бане париться? Смотри, какую я ему морду нарисовала. Да, красиво очень. Он на холоде чуть не умер. Еще бы. Так долго ехала. У меня просто куча шариков дома. Ой, я подумала, почему бы не поугарать, раз я такая смешнулька. Не знаю, откуда эта шляпка. Интересно, какая реакция твоей мамы будет, да? Да, она будет радоваться, прыгать, возможно. Она будет, даченька ко мне приехала уже второй раз. Пофиг во сколько выезжать, один фиг будет темно. Ну да. Я даже, знаешь, не торопилась. Сейчас собралась дома. Все равно уже темно. Ну, не, можно, конечно, в 12 часов утра выезжать. Утро, да. Такое ранее ухо. Я сегодня планировала встать пораньше. Ну, у меня будильники, как всегда, стояли. Так интересно. Вчера я легла не в 6, а в 4. Будильник стояли на 12, на 12.20, 12.30. Блин, прикинь, когда ты начнешь диету вести, я уверена, у тебя восстановится режим. А у меня вариантов не будет, и что? У меня же должен быть завтрак еще. Да нет, завтракать можно и в 12. Главное, 3 приема пищи, чтобы было приблизительно раз в 3-4 часа 3 приема пищи. Ну, в плане в 12, в 5 и в 9 вечера. Это пофиг. Я имею в виду, что когда ты начнешь только себя полезным всем пихать, по-любому у тебя восстановится режим. Спустя неделю-две, ты будешь вырубаться раньше и вставать сама, не свет, не зря. Блин, я так жду, чтобы ты это сделала. Мне кажется, твоя жизнь разделится на до и после. А прикинь, мне понравится. Да по-любому тебе понравится. Мне очень тяжело себя всегда ввести вот в эту суету правильную, но когда я ввожу, я кайфую каждую секунду. С легкостью просыпаешься, с легкостью засыпаешь. Вот мне это надо. Вот это все так прекрасно. Реально расслаблен мозг. Он не волнуется ни за что на свете. Не знаю, ты хочешь много работать. Ты не устаешь, ты не зеваешь. Тебя не тянет лениться, лежать. Я тебе знаю, что скажу. Помимо всего прочего, у меня реально какое-то не очень приятное самочувствие в животе. То есть у меня как будто бы... Вот она же сказала, что у меня там какая-то жидкость в кишке что ли стоит или что-то такое. Не могу сказать, что я ощущаю именно что-то в кишке, да? Нет. Но вот живот я прям чувствую, что как-то не очень комфортно. Всегда? Нет, не всегда. Но вот иногда бывает, что вот как-то такое не очень приятное ощущение. Не болит, но и типа нелегкость, знаешь. Ну как будто жидкость какая-то. Ну не знаю. Не знаю. Вон и заправка. Как удачно я сюда поехала, как и планировала. Интересно, долго ли нам ехать? Ну, теперь у тебя есть я. У тебя не так будет плачевно. Да, права. Будем болтать с тобой о чём-то, сплетничать, обсуждать всех. Жизнь идеальна. Да. Как твои тиктоки поживают? Хорошо. Я думаю, что скоро я буду супер популярной. Ну, надеюсь. Я, конечно, всех подписчиков прошу подписывать на меня. Не, ну у тебя большой рост. Ну, я не знаю. Наверное, да. Не, нормальный рост. Ну, я думаю, что это ещё зависит от того, что у меня там и галочка есть. И так я, типа, знаешь, не... Ну, у меня уже есть какая-то история своя. Там я и на ютубе давно, и в инстаграме много подписчиков. Не, я думаю, что из-за того, что люди тебя откуда-то помнят, знают, они заходят из реков и подписываются. Я думаю, что это тоже, да, такое. Ну, и надеюсь, что какой-то процент всё-таки им нравится. Ну, я думаю, нравится, потому что реально нет негатива. Единственный негативный коммент это то, что, типа, что свою идею не придумываешь. Я уже сказала, зачем? Зачем? Да, ребят, на самом деле... Нет, это можно. Понятно, можно. Но это если есть классная идея, и ты понимаешь, что она зайдёт. Можно. У меня есть классная идея. Вот я в прошлом влоге, кстати, ты его не смотрела, потому что я его только что открыла перед выходом. Я там угорала, я говорю, блин, да у меня реально есть классная идея. Я вам клянусь, у меня офигенные идеи. И потом такая сижу и туплю. Говорю, вот, например. И не могу ничего сказать. Ну, потому что вот я не могу воспроизвести. Типа, у меня есть идеи, но реализовать их не могу. Вот это я ещё рассказывала. А я могу сказать, что когда снимаешь свою идею, чаще всего ты запариваешься, она не заходит. Мы уже сняли такие, да? Да, мы когда с Юлей снимали идеи, точнее, у нас был съёмочный день тиктоков, и мы там сняли несколько идей, типа, как все снимают, и несколько своих авторских. Ой, подожди, у меня же не здесь бак-то. Маме. И что вы думаете? Зашли на миллионы просмотров, ну, там, на сотни тысяч, только те, где мы повторили чью-то идею, чей-то звук сняли, типа, трендовый. А наши идеи, хоть они и прикольные, мне не дерзти... Ну, я действительно с них ржу, и они очень оригинальные, они не так зашли. Да, там не 10 просмотров, а, может быть, 60-80 тысяч, но это же мизер. Вот интересно, он собирается уезжать? Мне нужно заправиться, что, мне развернуться здесь как-то? Нет, просто за ним стоять. У меня с другой стороны бак, а он не хочет уезжать. А вон, сейчас я туда залезу. Аккурат, собак не залезу. Если вы хотите подумать, что шарик это детская фигня, и в 24 года тупо снимать с ним сюжет, я вам скажу, да. Но, ностальгию никто не отменял, девочки. Сейчас главное в бак бензобакный не врезаться. Здрасте, 95-й, вот, который классный, да? Вот и вот, полный бак, пожалуйста. Что? Багачка, что ли? Да, ты чё? Дима, блин. Я 95-й обычно вся заправляю. Нет, я тут поняла, что там разница в цене небольшая, а машина у меня хорошая, зачем я её кормлю всяким говном? Как и организмы. Эх, пойду платить. Вот тебе идея для Вайна. Для ТикТока, короче, есть такая фигня, почему не я? Почему едет он, а не я? Нет, нет. Ладно, я не сформулирую. Сейчас сформулирую, расскажу. Короче, ТикТок я видела такой, там прикольный звук под это всё. Девушка делает кучу всего со своим лицом, покупает кучу уходовой косметики, воду пьёт, чтобы там питать кожу, ля-ля-та-па-ля, и печень такая, почему он, а не я? Типа, почему она ухаживает за кожей, но не за печень, типа, она пьёт много, сечёт. Также можно снять про Юлю, то, что она себя поет всяким отстоем, а машину 95-м самым лучшим бензином. Почему он, а не я? Наш организм важнее, я не знаю, поняли ли вы что-то, но сейчас я ей скажу, пусть снимает. Но так как эта идея авторская, она по-любому не зайдёт. Или зайдёт. Не, ну, конечно, так не совсем, я это прекрасно понимаю, и я согласна с тем, что... Как будто мой влог. Я согласна с тем, что круто придумывать своё авторское, хотя бы одно из 10 видео должно быть что-то необычное, иначе, ну, типа, не очень как-то. Но, с другой стороны, красиво отыграть какой-то тренд, это тоже искусство. Искусство? Не знаю, почему, но в ТикТоке, когда я скроллю и понимаю, что это, типа, то же самое видео, которое я видела 5 минут назад от другого человека, я его всё равно смотрю, потому что мне интересно отыгрыш, типа, разных людей. При этом после третьего-четвёртого попадания на один и тот же тренд я уже не буду смотреть, потому что всё, наскучила. Тут главное попасть, типа, в первую пятёрку людей, которые выпали мне в рекомендациях с одним и тем же трендом. Что это такое? У тебя уже началось, типа, преддиетное заборство? Да не, я просто... Я вспомнила идею. Ты её, по-моему, снимала. Типа, девочка красится, делать вся... Не красится, девочка делает всякие уходы, там, пилинги, тратить кучу денег на косметологов. И потом такой звук... Почему он, а не я, типа, печень страдает? Она пьёт много, ну, ведёт здоровый образ жизни, но тоже ухаживает. Ты же снимала что-то такое. Ну, что-то такое, не помню. Я не помню, ну, короче... Косметик, по-моему, был у меня. Ну, короче, да. И вот так же можно снять, типа, то, что ты кушаешь чипсики, фастфуды, и машина... И приезжая к заправке, говорю, самый дорогой бензин, пожалуйста, самый лучший для моей машины. И твой организм такой, почему он, а не я? Да. Вау, как мы её заправили хорошо. Она теперь такая резвая. Маштоннлс едет. Мы доехали. И мы живы. Такой-то ковбой. Короче, мы ничего не снимали, пока ехали, потому что была дикая темень. Невозможно, мои хорошие. Можик, и снег был. Мы решили... Ой, тебя почти не слышно. Она говорит, от греха подальше решили фокусироваться на дороге, и не плясать, не танцевать. Фокусироваться на дороге. Вы меня все зая. Да ладно, там только одна песенка была громкая, и всё. Мульдозер, привет! Ой, какая ты большая! Привет, Санёк! Мулечка, привет, зайка! Ты что, влог снимаешь? Это я Юле снимаю влог. Может, поприветствоваться. Да, хорошая муля. Мулечка очень хорошая. Вот такая муля. Славная девочка. Да. Такой ты пузяка. Это она. Да, я знаю. Какой он пузяка? Пузячка. Как тебе моя шляпка? Ковбойская. Да. Да, хорошая девочка такая. Ой, что? Кайфуешь? Пузяка. Мы с тобой подруги по несчастью? Толстенький чутка, да? Да, хорошая такая. Мол, хорошая девочка. Юля там что-то дела какие-то делает. Занесла свои вещи. Сейчас поедем к моей маме. Пойдем, точнее, пешочком. Там её мама. Кушает шашлык уже. Вы меня к себе, я хочу ломать. Это Маритус. Чё взяла? Мне чё взяла? Какой? Приколдесс. Высшего уровня. Ай, класс. Я просто... Ты сказала уже, что ты меня забираешь с дома, а моих родителей я ничего не взяла, ни пижаму, ничего. Да. Я решила не ехать к себе. Надеюсь, помада не замерзнет. Да чё с ними будет? Да чё с ними будет? Наоборот, хорошо. Было бы хуже, если бы жара была. Они бы тогда расплавили. А какой ты, видите, всё знаешь. Я знаю. Замок открой. Каринина мама не знает, что Карина приехала. И сейчас мы снимем её реакцию. Прикинь, у неё будет такая реакция. Ты чё приехала? Зачем? Потому что она не заплакала. Смотри, как она сфинная. Кстати, вот на новой моей камере вроде должно ночью получше снимать. Фига. Посмотрим. Ну, за какие-то денжищи. Оно должно эмантироваться сразу. Я хочу попариться в бане. Но, по-моему, никто... Так что буду, кстати. Мне пофиг, я не хочу. А тебе вообще можно после процедур? Какой? Ну, вот этих. На прыщах. Да. Я не знаю, что мне делать. Да. Так, тихо-тихо. Вдруг она уже ждёт тебя. Я волнуюсь, девочки. А где заходить? С той стороны застеклённый-то можно? Они там сидят, где есть. Где мангал? Наверняка там сидят. А там может быть закрыто. И мне, видимо, реакция тут сойти. Наверное, спатью. Закрыто. Давай сначала я. Стойте, я не разделась сейчас. Нет, нет, мы на веранде сидим. Не раздевайся. Ладно. Заходи. Ну, в принципе, когда Люся сказала готовься к сюрпризу, я приблизительно чуть-чуть... Какая Люся? Людойся. О, она всю контору спалила. Нет, а что это за этот шериф? У меня голова грязная. Есть. Мой первый рекламный проект. Что? Мы не подогнали. А, ничего. Офига. Еще уки ходят, еще и мыло. Входим. Здрасте. Здрасте. А вот и мы. Здрасте. Здрасте, забор покрасьте. Забор покрасьте. Ты что, спалила? Я молчала, как рыба. Я только к сюрпризам, она сказала к подаркам. Но я почему-то чувствовала. А-а-а. Я ходила здесь, это место и не находила. Пойду еще за одним стулом тогда. Я тебе говорю, где к ней стул. Дай Юлечку, давай. Давай, за нашу. Давай, Юля. Юлечку. У тебя все любят? А, я тоже. Я вас тоже, Серёжка. Спасибо, какой сюрприз. Дай бог тебе. Всех благ. Удачи и здоровья, самое главное. Спасибо. Сижу и думаю, какой тик-ток украсть. Сижу и думаю, надо этот момент ставить тик-ток. Ты пьешь вино, я танцую под марджанчан. Марджанчан. Марджанчан, где же ты, где? Молны не ласкают, и спят, и сочтают. Где же ты, где? Только выкидь на глазу. Ногу ты сломала. Сама виновата. Делаешь новое тряснище? Хорошая собачка. Мне так нравится его цвет. Нет, он такой прям шоколадка. У него такие глазки чудесные, да? Да, он хороший. Жанни наш. Жанчик. Можете поговорить и погуляйте с ним, он наверное, кто нет хочет. Жанчик, какие у тебя глазки красивые. Ты не кусаешься? Дай ей лапу. Дей ей лапу дай. Он даёт? Да. Дай лапу. Дай лапу. Дай лапу. Ой, молодец. У меня садок. Кусочек рыбы. Ну, смотрите на его глазки. Он такой шоколадный. Фу, фу, Жан. Фу, нельзя. Я обожаю собачек. Моя шляпа. Да, ты супер! Да! Это мама и её подружка Оксана. У Оксаны есть дочка Кристина, с которой мы познакомились на бальных танцах, когда мне было лет 11. И тогда мама познакомилась с Оксаной, и они дружат до сих пор. Представляете? Сколько лет вы уже дружите? Мне 13 было. Ты училась в... Танцы бальные. Ну, сколько мне? Мне лет 10-11 было. А, ну, Кристина на класс пошла. А. Кристина во втором на классе была. Мы на бальных танцах. Да, я знаю. А мы были в родительском комитете с Оксаной. Да. Тётинь, ревнуешь? Подожди, я с ней тоже уже... Прям как в детстве моём. Да. Уже 15 лет будет больше. Подожди, вы больше, не? Кого я, я? Ну, ладно, я. Почему мне это перерасекутся? Так, мы 15, а вы? Мы тоже 15. Да не может быть. Не, ну я не помню, сколько они. Короче, очень много. Ну, примерно одно время. Да. Хорошо, что у нас больше нет подруг, да? Есть, конечно. Но мы танцуем только друг с другом, да, брат? Ну да. Кто-то у меня спрашивал, как у Санчеса дела. Как у тебя дела? Скоро. Ему нужен ксерианский эликсир. А где куда? Убить танцы. Как школа? Норм. Кайфуешь? Нет, стой. Ну да, очень холодно. Вот почему я не пью красное вино. У тебя губы фиолетовые. Это потому что я замёрзла. Конечно. Белое вино не выдаёт, что ты пил. Ни по зубам, ни по лубам. А у меня по зубам и так не выдаётся. Выдаётся? Нет, где? У меня белые зубы виниры, они не красятся. Сумас, а? Я же не знаю. Это сто процентов. Итак, показываю вам нашу кухню. Красивую. Да. Дизайн самый лучший. Ну, это у нас баня, но баня-жильё. Здесь у нас такой офигенный стол из Икеи. Мы с мамой вместе выбирали, подбирали специально для бани. Дереве с чёрным. И кухня тоже в таком стиле. Мне нравится, что здесь нет плитки, как у меня на кухне прошлый век. Да, красивая. Вытяжка такая крутая, как будто очень-очень дорогая. Она очень дешёвая. Она дорогая. Мне понравилось вот это. Мне надо. И посудомойка. Да? Да, это посудомойка. Большая, но это не... Моя помощница великая. Такая же, интересно, как у меня. А тут... А, а у меня вот такой нет, кстати. А вот, кстати, очень удобная. Ну да. Слушай, мне всегда приходится по бокам вот здесь складывать. Да, сюда бакарчики, чашечки. Да, это намного лучше. Очень удобная, да. Не, классная очень. Очень классная. У меня дома тоже другая. У тебя маленькая, да, вообще. Это классная. По духовкам мы ещё, правда, мне ничего не делали ни разу. Там, видишь, всё пока стоит. Ну, на плите, конечно же, я готовлю. Уже привыкла. Нравится? Ты рада, что у неё газовая? Ты знаешь, да, очень классная у нас. А то мама сначала хотела газовую. Ужас какой-то. Ну, короче, вот так вот. У меня сейчас будут банные процедуры по избавлению от прыщей. Парилочка, там жара уже. Сейчас пойдём париться. Сейчас ей напрягётся. Я всё время хочу кушать. Даже жрать. Особенно по женину. Особенно вечером. Ну и жри. Но тогда я не похудею. Тогда неожиданно. Второй день на даче. Я прихорошилась. У меня, правда, опять грязная голова. А у меня теперь чистое, что-то меняется. Вчера у тебя была, а сегодня у меня. Короче, я вчера парилась в бане. И я решила не мыть голову. У меня было впадло. И я думаю, что из-за этого она ещё стала грязной. И сейчас она, типа, вы думаете, фу, блестит, потому что грязная? Нет. У моей мамы тут есть лак. Слава Господи. Я сделала себе аккуратный хвостик. Я люблю, не знаю почему, но обожаю с хвостиками сниматься. Потому что я рассказывала, что единственная прическа, которая мне нравится, это когда у меня волосы завиты, а постоянно их завивать, это дичь. Дичь. Кто-то, кстати, написал под моим предыдущим влогом, где я сказала, что у меня и без лака держится укладка, ну, закрученных волос. Кто-то написал, это потому что у тебя волосы испорченные. У меня волосы-то испорченные. Они, по сути, мне уже все отрезали. Но, может, на концах вот здесь они у меня суши. Но, плюс ко всему, я хожу, делаю всякие процедуры. Кстати, надо записаться на счастье для волос. А наверху-то у меня нормальные волосы. У меня всё равно всё держится. Это структура волос такая. Поэтому не надо. Кто-то написал, если бы они у тебя были пористые, они бы у тебя пушились. Блин, мне кажется, всё это фигня, и вы просто не разбираетесь в волосах. Вы что, трихолог какой-то. Вот, заходите к нам с Кариной в ТикТоке и смотрите наши ТикТоки классные. Пока сняли только каждые два на страничку. Но сейчас мы ещё что-нибудь снимем прикольное. Вот, я хочу, чтобы мы сняли ту идею, где, типа, виды девушек... Да. Что? Это мы. Да, да, да. Типа девочек, подпевающих под треки в сторис. Там, типа, с маской. А ты какая? Я та, которая постоянно волосы трогает, маску, которая делает. Пальцами тычешь. Да, я тычу пальцами. Ты тычешь пальцы? Я могу быть голубем? Я голубь тоже, да. Ааа. Ну, в плане... Ну, нам надо как-то чередовать... Ну, это, по сути, можно по-другому записывать. Не, мы можем... Не кто из нас кто. Это просто смешные типы. Ааа. Я видела, кстати, смешнее реализацию этого тренда. Не под эту песню просто. Ну, да, да, да. И было больше гораздо типов. Ну, самое любимое, это половина лица, когда девочки снимают. Нормально подписала? Сейчас. Да. Только из-за я обводка чёрная, чтобы лучше видно было. Вот, это идея. Типа, звук не мой, а идея полностью моя. Ну, в плане подпись. На самом деле, это так тупо, когда пишут, типа, это не твоя идея. Где, ну, типа, знаете, я беру какой-то звук и записываю под этот звук, но делаю что-то другое, что ещё никто не делал. Подписываю по-другому. Ну, то есть, у меня другая идея, но звук, как бы, да, не мой. Пишут, это не твоя идея. Да и не твоя. Не твоя идея сидеть в ТикТоке, не твоя идея жить. Поэтому, короче, блин, вообще, это так тупо. Кстати, я интересную мысль родилась сегодня ночью по поводу идей. Я поняла вот что. Почему легче красть идеи, а не придумывать свои? Каждый раз, когда у меня какая-то классная, реально классная идея, я ленюсь её записать. Думаю, а, я запомню. Потому что я, бывает, делаю что-то и понимаю, что, блин, ну, по-любому это для многих жиза. И вот именно от того, что я не записываю её, я не могу её снять, потому что ничего не могу вспомнить. И именно момент записания он бы всё исправил. Я буду теперь записывать, стараться, потому что реально бывают у меня светлые идеи. А когда ты смотришь ТикТок, ты можешь это сохранить, и у тебя всегда в доступе идея, которую ты можешь снять. Не, у меня другая проблема. Я уже рассказывала, что у меня есть идея, но я не могу её реализовать так, как мне кажется, будет смешно. Ну, типа... С реализацией я не думала. Может быть, и мне будет тяжело реализовать свою идею. Но там, знаешь, бывает что-то... Я не могу сейчас привести их пример, но я уверена, что если я буду записывать свои идеи, а не плевать на них, то у меня что-то получится смешное. Сейчас, кстати, пробки будут. Я вообще ночью поехала. Я не вижу смысла уезжать, если мы здесь можем провести время вместе, ещё поснимать. Всякое такое. Если тем более пробки. Если нет пробок, то что ладно. Хараси, ты всё равно ляжешь, типа, в 5 утра. Так, мы с Криней сняли тиктоки. Сейчас скажу сколько. Раз, два. Три-четыре, пять тиктоков на моей странице. Ну, некоторые из них такие прям запарились мы. Некоторые так быстро сняли. Некоторые пришлось смонтировать в приложении другом. Тут Муля спит. Я сегодня спала здесь внизу. Тут кайф, потому что туалет рядом и всё такое. И если водичку захотела, тоже всё рядом. Но Муля тоже спит внизу. И в 12 она начала меня будить. Она подходила к кровати. Залазила сюда лапами. И что-то мне рассказывала. Она меня замучила просто. Говорю, отстань от меня, Муля, отстань. Она идёт к себе ложиться, лежит. Потом через какое-то время она опять ко мне подходит, начинает меня будить и храпеть. Не знаю, что она там рассказывала. В итоге потом я её выпустила на улицу. Она пошла погуляла, потом её запустила. А сейчас она лежит и спит уже. Я не знаю, сколько она здесь уже спит. Как будто бы она всю ночь не могла уснуть. И не спала. Теперь налашка. Муля, наверное, так же, как Саша весит. Ну, не, меньше, конечно. Сашу побольше весит. Но только за счёт того, что он длинный. Ну, рассказывай, что ты хотела мне рассказать, показать. Сейчас, короче, будем делать это... Лайфа... Лайф... Лайфхак. У нас вчера было много шашлыка. Мы весь не съели. Вот. Обычно на второй день мои шашлык не кушают уже всё. Поэтому я ещё давно придумала лайфхак. Да. Лайфхак. Я либо плов готовлю, либо делаю картофельное, морковное рагу. Сейчас мы это будем делать. Это делается очень быстро и съедается моментально. Вот. А по поводу гастроэнтеролога я ещё решила, что я схожу к ещё одному. Несмотря на то, что этот врач, к которому я ходила, она кандидат медицинских наук, меня немножко напрягает количество лекарств, которые мне выписали. И я думаю, что я начну сейчас пить те лекарства, которые на самом начале мне выписала. Там типа цинктирал. Но я так поняла, что это как витамин. Там какая-то штучка настоять её нужно перед сном, для того, чтобы, наверное, там кишечник, желудок хорошо работали. И ещё две какие-то штучки тоже для работы, я думаю, живота хорошего. То есть я, короче, думаю, что я пока начну пить это, потому что мне страшно, честно. Когда она сказала, что если вдруг у меня будет интоксикация организма, чтобы я капельницы делала, ну, это мне не очень, конечно, хочется. Потому что я думаю, что всё-таки не настолько у меня там как-то всё плохо. Она сказала, что у меня какая-то инфекция, которую нужно что-то с ней делать. Потому что из-за этой инфекции у меня могут и другие органы тоже страдать. Но я себя в целом нормально чувствую, не ощущая никаких там нетяжестей, ничего. Иногда бывает, да, что вот странное какое-то ощущение. И вот как будто бы после того, как я сходила к врачу, я стала больше замечать каких-то неприятных ощущений после там того, что я съем что-то или ещё, ну, какое-то такое. А так кто-то написал под предыдущим влогом в комментах, типа, почему ты не сказал, что тебе нельзя вино. Да мне всё, блин, нельзя. Я просто не успела, потому что мне Карина позвонила, поэтому я не успела вам рассказать, что мне можно и что нельзя. Там просто всё. Вино сладкое, там мучное какое-то, сахар нельзя, молоко, кофе нельзя. Ну, короче, блин, всё. Сыр, понятное дело. Ну, про колбаску, я думаю, тоже никакие колбаски. То есть всё максимально такое прям, ну, блин, жёсткая какая-то диета на самом деле получается. Но если честно, я пока не схожу к другому врачу, я не знаю, как поступить, но я думаю, что я всё равно начну соблюдать какую-то диету, постараюсь отказаться от вина. От молока не знаю, наверное, мне будет тяжело, и думаю, что я продолжу пить безлактозное молоко в кофе, от сыра откажусь. Короче, не знаю. Мясо, морковка. Так. Немножко у нас, несмотря на такую большую кастрюлю, у нас на самом деле будет совсем немножко. Да, всыпаем мясо. Морковка, да. Сейчас картошку туда добавим. Здесь у нас получается картошечка, мясо. А я через часик буду пробки снимать. Так что всё, я пошла. Да, я уезжаю. Муля там всё ещё спит. Такая она милашка.